В регионе жильцы 62 домов отказываются пускать рабочих на замену инженерных сетей по программе капремонта. А это свыше тысячи собственников. Примерно каждого десятого удалось уговорить, остальных не получается. Самый проблемный дом в Тюмени на республике 150. Там нет подвала, все коммуникации завязаны на первом этаже. Владелец помещения против проведения работ. Из-за этого весь дом остается без капремонта. Ситуация разбиралась Любовь Болдрева. Ржавым трубам больше полувека. Дом на улице республики 150 попал в программу капремонта. Рабочие сделали крышу, поменяли электрику и должны были взяться за остальные инженерные сети. Ой, трубы, конечно, у нас ужасные. Как заехали, так все стоит у нас. Никто ничего не делает. Ходят, смотрят, обещают. И так все тишина у нас. А тишина, потому что собственник нежилых помещений на первом этаже оказался против капремонта. Он сдает площади в аренду двум магазинам. Главный инженер строительной компании, которая должна была выполнить капремонт, рассказывает, что уже привык к трудным переговорам. Физические и юридические лица часто не соглашаются, но уговорить все-таки удается. Однако с домом на республике 150 вышло иначе. Собственник попросил компенсировать все затраты по выезду арендосъемщиков, также возместить полностью затраты по восстановительному ремонту помещений после проведения капитального ремонта. Вот официальный отказ юрлица по обоим нежилым помещениям. Мы позвонили по телефону, который указан в этом документе. Главный инженер компании, который является собственником площадей на первом этаже, пояснил причины отказа. Но вы представляете, у нас работают два помещения. Чтобы допустить строителей, нам нужно остановить бизнес полностью. Понимаете? Понимаю, да. А если у нас арендаторы сдвигутся в другое место, им же нужно деньги зарабатывать. Мы подсчитывали, мы понесем убытки в районе 7 миллионов. Хотя по документам владелец недвижимости просит возместить прямые убытки не менее 3 миллионов рублей. Подрядчик на такие дополнительные траты не согласен. В целом по области насчитывается 62 многоквартирника, где собственники не пускают рабочих. И тогда судьбу дома решает специальная комиссия и муниципалитет. Комиссия выходила, комиссия факт недоступа установила. Здесь ситуация немножко посложнее, потому что есть юридические лица, которые занимают первый и второй этаж. И скорее всего дом будет отнесен на более поздний период. Но опять же повторюсь, в рамках региональной программы, то есть в рамках долгосрочного плана. Это значит, что дом на республике 150 отремонтируют к 2030 году. Любовь Болдырева, Александр Изосимов, Тюменское время.